Здравствуйте, писатели! Сегодня мы продолжаем с вами разговаривать и рассуждать о поэзии. Да, мы уже с вами говорили, что, первое, поэты смотрят на этот мир особенными глазами. Они надевают очки поэтов, и они уже не просто объясняют, что «О, это вешалка, и она чёрная и пластмассовая и гладкая», а они говорят «О, это вешалка, она напоминает мне красивую высокую гору, на которую очень тяжело забраться, но когда ты зомберёшься, ты чувствуешь себя счастливым, потому что у тебя получилось туда забраться». Поэты не просто напишут о вешалке, они возьмут эту вешалку и используют её как символ чего-то другого. Как же это сделать? Помните, мы с вами говорили? Я знаю, что помните. Мы думаем, какие чувства ко мне приходят, когда я смотрю на эту вешалку. Или же, если никакие чувства пока не приходят, что мне эта вешалка напоминает чего-то необычного, или из природы, или из животного мира, или из чего-то любого другого предмета, да, любой другой предмет. Я думаю, что же мне она напоминает, а потом думаю, как вот те два объекта заставляют меня чувствовать. И вот я думаю, о, гора, по ней тяжело карабкаться, но когда я на неё закарабкалась, я чувствую себя, как бы вы себя чувствовали, если бы вы карабкались на эту гору, поход шли, жарко, но вы уже хотели сдаться, вы уже сели в тенёк и думаете, ах, ну, просто тут остаться, но потом вы решаете, нет, я дойду до своей цели, я доберусь до этой высоты горы. Как вы себя будете чувствовать на этой горе? Подумайте секундочку. Если у вас чувство какое пришло, скажите его, а сейчас я вам скажу. Я буду чувствовать себя как гордой, да, но не гордой в плохом смысле, а я буду гордиться тем, что я смогла залезть на эту гору. Или же я буду чувствовать себя достигшей, что я достигла свою цель, я собралась на самую высшую горы. Значит, ребята, первый раз я вас научила, что мы смотрим на предмет и думаем, чему, вот что мне напоминает этот предмет, да? А сегодня я вас хочу научить, мои дорогие писатели. Мы смотрим на предмет, мы думаем, чему, что он нас напоминает, а потом, когда мы решили, на что похож этот предмет, мы думаем, как же мы себя чувствуем. И потом, когда у нас есть уже красивое сравнение, да, с чем этот предмет нужно сравнить, и когда у нас есть чувство, вот тогда это уже намного красивее. Сегодня мы сделаем следующий шаг, мы готовы ко второму шагу поэтов. Вы найдите предмет в своем доме, и не только опишите, что же он вам напоминает, а напишите мне, пожалуйста, о том, какие чувства вы начинаете чувствовать, когда вы думаете об этом предмете. Я жду прочитать ваши комментарии. Напишите, пожалуйста, я вам еще это объясню, как сделать Google Classroom Assignment. Напишите три предложения. Какой предмет вам напоминает этот предмет, который вы выбрали, и как вы себя чувствуете, когда думаете об этом сравнении. Хорошо, до скорой встречи!